Уборочная кампания в этом году затянулась. Из-за дожди работы по уборке зерновых колоссовых несколько раз приостанавливались. С какими трудностями приходится сталкиваться с земледельцем и скоро ли закончится жатва, узнала Наталья Колесникова. Прошедшие дожди притормозили темпы уборки. Хотя в хозяйствах для ее завершения достаточно и техники, и людского ресурса. Основная беда, конечно, это то, что очень сильно большие проблемные дожди идут, и мы потом по неделям не можем зайти в поле. Вы сами видите, вот последний дождь, реакция последнего дождя. Мы зашли, стали убирать, дождь прошел, пришлось кироваться, вытаскивать камазы с полей, с хлебом. Сейчас вроде бы тучи на небе разошлись, и почва начинает просыхать. С учетом того, что комбайн проходит 120 гектаров в смену, есть надежда, говорит агроном хозяйства, завершить уборку хлеба в ближайшие два дня. В других хозяйствах дела обстоят похуже. Больше осталось неупранных площадей. На сегодняшний день по району жатва завершена на 65%, тогда как в прошлом году на эту дату она была уже закончена. Из-за обилия дождей колос перестоял, напитался влагой и клонится к земле. Чтобы минимизировать потери, для руководителей хозяйств выработаны единые правила. Поля, которые сильно заросли сорными растениями, обработать, в первую очередь обработать глифосад содержащими гербицидами, для быстрого высыхания. И убирать, естественно, на минимальной скорости, то есть это 4-5 километров в час и на минимальных оборотах комбайна. Что касается урожайности, несмотря на потери, в среднем по району она ожидается не ниже прошлогодней. Это примерно 47 центнеров с гектара. Одновременно с жатвой хлеборобы выполняют и комплекс послеуборочных работ. Это не менее трудоемкий процесс. К примеру, в весне на участке, где недавно колосилась рожь, земля прочизелевана и не раз еще пройдет обработку, прежде чем на ней будет посеян рапс. Наталья Колесникова, События и люди.